Поблагодарите Всевышнего, что есть такой глава, как Рамзан. Я сам Загистана, хотел бы и нам такого правителя. Забирай его, пожалуйста, к себе, Ибн Мухаммад. Кресло, где красивый фон позади, где прошлая черная рубаха, сегодня ты выглядишь, как сельский учитель математики. Привет, ты с Таджикистана, храни тебя, Аллах. Почему Кадыров, имея такие большие деньги из государственного бюджета, до сих пор не построил нефтеперерабатывающий завод? Я вижу, многие пишут про рубашку, что большая. Эта рубашка – подарок от очень хороших людей. И когда мне эту рубашку давали, мне сказали, если хочешь, то ты можешь ее выкинуть, но один эфир ты в ней должен провести. Поэтому я, следуя этому указанию, провожу сегодня эфир. Да, она мне немного большая, но это ничего страшного. Япон. Саламу алейкум. Рад тебя видеть, брат, но рубаха не твоя стиль. Говорит, ва алейкум ассаляму. Раматла баракатла. Я знаю, Япон. Я вначале уже объяснил ситуацию с рубашкой. Такое впечатление, будто ты постирал все свои рубашки, а этого одолжил у соседа или ее в Страсбурге тебе подарили. Да, эту рубашку мне подарили в Страсбурге. Это правда. Люди, чей подарок для меня очень дорог. Ассаляму алейкум. Ты не дома, Томсо? Где крутое кресло? Где красивый фон позади? Где прошлая черная рубаха? Сегодня ты выглядишь, как сельский учитель математики. Привет, ты без Таджикистана. Храни тебя, Аллах. Алейкум ассаляму. Ну, ничего страшного. Сельский учитель по математике тоже неплохой лук. Ислам Ногчи. Волка бояться в Турцию не ездить. Это точно. Кстати, волка бояться, это сейчас актуальная тема в республике, как вы, наверное, видели уже эти сообщения, что полномасштабная борьба с символикой свободной Чечении пошла со символикой Ичкерии, то есть с волком начали бороться. В телефонах там везде искали волка на одежде и так далее. В общем, какая-то новая, в общем, истерия в республике. Ну, что поделаешь? Я понимаю их опасения. Я на самом деле, если бы я был на их месте, то я бы тоже опасался бы этой символики, я бы тоже опасался этой идеи свободы и независимости. Поэтому, поставив себя на их место, я их понимаю. Да, действительно, для России, для их наместников, для их режима, это очень опасная идея. Она приведет к концу вот этого режима. Они это понимают. Поэтому и борьба со всем, что связано с нашей свободой, с нашей независимостью. Поблагодарите Всевышнего, что есть такой глава, как Рамзан. Я сам из Дагестана хотел бы и нам такого правителя. Забирай его, пожалуйста, к себе, Ибн Мухаммад. Имея в виду, мы вам, конечно, не желаем такого искренне, ни дагестанскому братскому народу, ни какому-либо другому кавказскому братскому народу. Мы не желаем Кадырова. Раз ты сам хочешь, забери его к себе. Сделай его своим главой, кем хочешь. Мы будем тебе благодарны. А если ты его вообще в мир иной заберешь с собой, то благодарность будет вообще неизмеримая. Мы в честь тебя даже назовем какую-нибудь улицу или площадь в Чечении. Гунипский. Не дай Всевышний нам такого человека в президенты. Я сочувствую братьям из Чечни. Брат наш не ведает, что говорит. Томсони считает, что Хасан борщит в плане высказываний в отношении власти. Было бы лучше высказываться более дипломатичнее. Я не считаю, что он борщит. Ну, борщил, переборщивал в своих высказываниях. У нас был Анзор из Вены. Там, да, там, конечно, было переборщивание. А Хасан в плане дипломатии, ну, у него такой формат. Во всяком случае, это критика, которая не переходит на какой-то мат, на оскорбление. Она не переходит. Это высказывание претензий, это какое-то высказывание мнения. В этом нет, я думаю, ничего плохого. Вчера у Хасана в чате было предложение скинуться ему на байк. Но он отказался от него. И я тут подумал, а что если мы все дружно скинемся и возьмем тебе какую-нибудь Хонду? Брат, мне кажется, что я уже все вырос из Хонды. Если я когда-либо снова сяду на мотоцикл, а я не исключаю, что я снова сяду, то это будет, наверное, уже Харли. Иншаллах. Все-таки и возраст уже другой. Ну, как-то хочется ездить, наверное, с комфортом. Смотреть мир, путешествовать. Поэтому давай лучше. Это будет Чоппер, это будет Харли. А, кстати говоря, идея, чтобы Хасан сел на байк, это было бы круто. В Турции погода позволяет. Там гораздо дольше можно ездить на байках. Солнечная погода в году. Очень много дней, как бы, солнечных в году. Было бы круто. Надо с Хасаном поговорить о том, чтобы приобщить его к байкерской теме. Почему Кадыров, имея такие большие деньги из государственного бюджета, до сих пор не построил нефтеперерабатывающий завод? Нефтеперерабатывающий завод это не вопрос денег. Иметь деньги недостаточно для того, чтобы построить завод Кадыров. Наверняка с удовольствием, ради себя даже построил бы такой завод, сделал бы его своим личным бизнес-предприятием, с которого он получал бы колоссальный доход. Но нефтепромышленность в России это стратегическое направление. И недостаточно просто построить этот завод. Завод должен изначально быть согласован со всеми нефтедобывающими компаниями в республике. А у нас это только одна компания, государственная, Роснефть. То есть изначально Роснефть должна согласиться на то, чтобы перерабатывать добываемую ими нефть в самой республике. А это уже вопрос чисто политический. Он не экономический, это не бизнес вопрос, это вопрос политический. Я думаю, что Кремль решает сейчас подобные вопросы. И Кремль не хочет, чтобы в республике у нас был нефтеперерабатывающий завод. Кремль не хочет, чтобы в принципе в республике была какая-то промышленность. Чтобы республики Северного Кавказа были самодостаточны, чтобы они стали менее дотационными. Они этого не хотят. Так как Кавказ это сегодня самый основной, наряду с Татарстаном, это основной такой регион, который потенциально готов к отделению. И который поднимет рано или поздно, а скорее всего рано, поднимет вопрос о выходе из состава России, а точнее о деоккупации. И Россия это прекрасно понимает. И чем экономически сильнее будет Северный Кавказ, тем быстрее люди осознают, что Россия им не нужна. И тем быстрее станет вопрос о деоккупации, о выходе из состава России. Поэтому Россия будет как можно дольше сохранять вот этот вот статус-кво, держать нас на этих дотациях, чтобы мы постоянно думали, что куда же мы без России, а кто нам будет платить пенсии, откуда мы будем брать эти пособия, там сто с лишним рублей на человека, огромное пособие, которое дают на ребенка. Откуда мы, вот как мы будем жить без всего этого, чтобы эти вопросы никогда нас не покидали. Большинство, вы должны понимать, что большинство людей это все-таки не экономически грамотные, там это не такие люди. Большинство не понимает этих вопросов. И для большинства вот эти вопросы пенсии, получения там этих дотаций, ну это очень важно. Им кажется, что куда без этого. А объяснять этим людям, что есть у нас потенциал, что нам есть на что жить, что экономика наша будет еще более лучше, если мы будем отдельно, это все нужно объяснять. А вот если у нас будет промышленность, то это объяснять не нужно будет. они все будут это видеть. И России невыгодно, чтобы люди это видели. Субтитры создавал DimaTorzok